и снова здрасте какой же умный дом без умной розетки сегодня будем отучать вот эту резетку от китайских серверов и приучать ее к нашему умному дому это пожалуй самая дешевая умная резетка на просторах алиэкспресс по крайней мере я так думал до последнего времени пока я не нашел еще вот такую резетку которые еще дешевле этой резетки в общем поехали с этой вайфай розеткой думаю многие уже знакомы модель sonoff s20 самая популярность среди бюджетных умных резеток а вот это вайфай розетка tonbooks vl sc01 внешне мне конечно больше нравится sonoff у нее матовый пластик а tonbooks вся глянцевая хотя это скорее дело вкуса характеристики этих резеток одинаковые что одна на 10 ампер что другая тоже на 10 ампер у sonoff эта информация на жлобской наклейки а у tonbooks это принт на корпусе и выглядит это солиднее по качеству пока не понятно какая лучше поэтому разберем их и посмотрим что внутри первой жертвой будет sonoff ее корпус скручен тремя шурупами и сама плата еще прикручена двумя шурупами к корпусу вот так выглядит резетка sonoff s20 изнутри модуль esp8266 с памятью расположен с обратной стороны реле установлено на 10 ампер вот сюда надо будет припаять разъем через который потом будем прошивать эту резетку разберем вторую розетку тут аж шесть шурупов держит ее корпус не знаю зачем столько наверно так круче сама плата тут держится на креплениях от четырех шурупов вынимается довольно легко ну что ж обе розетки разобраны изначально я думал что это резетка tonbooks какой-то клон или копия sonoff так как они обе работают приложением evalink но вы сами уже видите что это совершенно не так tonbooks имеет абсолютно другой дизайн платы компонентов реле и даже модуль esp у нее восемьдесят два восемьдесят пять а у sonoff восемьдесят два шесть шесть у tonbox установлено реле физически большего размера а у sonoff поменьше хотя маркировки и там и там на 10 ампер какой из этих реле более качественная черт его знает вот вам их маркировки если вы знаете какое лучше расскажите и нам в комментариях еще один момент sonoff прошивать довольно легко потому что у нее специально на плате выведены четыре контакта сюда припаивается контактная колодочка и подключаются провода все просто а вот с этой резеткой дела обстоят хуже специально подготовленных контактов у нее на плате нет а те что есть находятся в одном месте но об этом позже пока давайте разберемся с резеткой sonoff и припаяем разъем для быстрого подключения проводов я выбрал разъем типа мама хотя можно было и типа папа поставить разницы никакой этот разъем тут мешать потом при сборке не будет поэтому он тут останется жить навсегда розетка sonoff готова теперь берем следующий экземпляр значит смотрите питание 3 3 вольта с землей удалось найти вот на этих двух контактах а вот rx и tx вообще печаль самое доступное место я нашел вот тут вот эти два кругляшка и есть rx и tx принципе это легко увидеть по дорожкам идущим к чипу esp короче 4 контактную колодочку я решил расположить вот таким образом припаять ее контактам земли и 3 вольт а до rx и tx кинуть два провода думаю это самое оптимальное решение эта колодка тут тоже не будет мешать при сборке розетке ладно меньше разговоров больше дела честно говоря думал будет сложнее вот так у меня получилось как вам такая конфигурация для большей надежности я решил эту колодку еще залить термосоплями с одной стороны чтобы не отломать контакты когда буду всовывать туда провода ну вот обе розетки готовы к прошивке для прошивки я буду использовать вот такой юсб юарт стик который всунем в breadboard и соединим все вот такими проводами ну и модуль питания чтобы обеспечить esp внешним питанием в 3 и 3 вольта приступим к подключению первой розетки тут все просто вот вам схема чтобы ничего не перепутать подключаем к внешнему блоку питания и qsb разъему компьютера в сегодняшнем примере я буду использовать прошивку с purna для обоих розеток хотя с таким же успехом можно прошить любую другую процедура идентична в гугле пишем с purna первая же ссылка на github разработчика заходим по ней дальше в раздел релизы заходим самую последнюю версию которая к слову уже девяти месячной давности и находим там в списке прошивку с названием в конце айтид с 20 качаем ее и сохраняем на рабочий стол открываем уже известный вам с прошлых видео нод mcu py флэшер вверху выбираем ком порт которому подключен юсб юарт стик скорее всего он у вас там будет единственный если нет и вы сомневаетесь какой из можете просто повынимать из юсб портов все лишнее тут выбираем файл с прошивкой бодрейт выставляем 115 200 флэш мод выбираем di out и тут ставим галочку чтобы полностью очистить память устройства перед записью новой прошивки вообще перед заливкой чего-либо неплохо было бы сделать бэкап старой прошивки мало ли что случится и вы захотите все вернуть взад как это сделать я рассказывал в 14 видео на моем канале а для самых ленивых я уже сделал бэкап и файлы с оригинальной прошивкой положу в архив на который ищите ссылку в описании ну что ж продолжим прошивку этой розетки на розетке есть единственная кнопка нажимаем ее подаем питание на esp модуль и потом отпускаем кнопку это нужно чтобы он загрузился в режиме прошивки теперь когда все готово жмем флэш нод mcu и наблюдаем процесс прошивки когда прошивка закончится отключаем сонов и подключаем тоннбукс на ее место соблюдая правильность подключения проводов что-то типа такого перед прошивкой тут тоже сначала зажимаем кнопку и подаем питание и снова ничего не меняя жмем флэш нод mcu в эту розетку будет записана та же прошивка что и в прошлую после завершения прошивки эти розетки надо подключить к своему домашнему вай фай и настроить них подключение к им кьют этой брокеру я покажу это на примере одной резетки пусть это будет тоннбукс это не имеет значения со второй розеткой процесс настройки абсолютно идентичен открываем приложение party подключение выбираем сериал порт com3 скорость 115 200 и во вкладке терминал ставим галку против implicit cr сохраняем под названием esp чтоб следующий раз уже было все тут настроено жмем открыть теперь мы сможем наблюдать логи а там есть довольно полезная информация так что не спешите отключать розетку от компьютера пока не добавить ее в свою домашнюю сеть теперь нужно перед загрузить модуль esp путем отключения и включения внешнего питания чтобы он загрузился в нормальном режиме с новой прошивкой серийном мониторе будет много всяких букв а также инфа куда подключаться розетка создаст точку доступа с названием и спорно и какие-то цифры подключимся к этой точке пароль фибоначчи открываем браузер и заходим на адрес 192 168 41 тут вводим логин админ и пароль фибоначчи дальше надо будет придумать свой пароль просто циферки не прокатывают надо придумать нормальный пароль ну ладно жмем сохранить если обратили внимание на серийный монитор то там появилась надпись disconnected это значит что розетка отключила вас от своей точки доступа и теперь надо еще раз подключиться к этой точке доступа только уже под своим только что придуманным паролем для доступа к веб-интерфейсу вводим логин админ и новый пароль заходим в меню слева в раздел вай фай жмем с канал чтобы отобразила все доступные вай фай поблизости также отключаем scan networks если у вас только один вай фай роутер или точка доступа копируем название своего вай фай нажимаем add network и прописываем там свой вай фай и пароль от него остальные поля можно оставить пустыми а пишник и все остальное розетка получит поддержки слева жмем сохранить не забудьте обратно подключиться к своему домашнему вай фай розетка тоже попробует подключиться к вашей сети это можно наблюдать серийном мониторе там кстати будет и новый ip адрес устройства заходим по новому адресу и сразу проверим работает ли розетка если поклацать этот выключатель на розетке должен моргать светодиод состояние реле само реле клацать не будет пока не включена в сеть 220 раз все работает переходим к настройке mqtt подключения к уже работающему брокеру который мы устанавливали и настраивали в пятом шестом и седьмом видео в меню слева нажимаем на mqtt и попадаем в настройки тут сразу сверху включим mqtt протокол ну и дальше все как обычно ip адрес брокера порт логин и пароль жмем сохранить и возвращаемся в меню в статус и проверяем тут mqtt статус должно быть connected еще проверим как работает mqtt протокол приложением mqtt fx это хороший mqtt клиент с помощью которого можно видеть что происходит в топиках а также отправлять свои сообщения в любой другой топик тут сразу зайдем в настройки и тоже проверим чтобы были правильно прописаны ip адрес порт логин и пароль от брокера нажимаем connect если справа появился зеленый кружок значит подключение успешное теперь зайдем во вкладку subscribe и подпишемся знаком решеточка сразу на все топики в брокере проверяем клацаем на выключатели веб-интерфейсе брокер должно приходить сообщение то с нулем то с единицей через этот топик openhub будет знать о состоянии розетки также мы можем и сами отправлять команды розетки во вкладке publish будем отправлять команды в такой топик только с припиской в конце слэш сет это по факту другой топик дочерний топик того топика куда приходят сообщения со статусом если в этот топик отправлять единицу или ноль то реле будет то включаться то выключаться этот топик openhub будет использовать для отправки команд розетки надеюсь тут все понятно с этим закончили переходим к openhub качаем архив ссылка на который в описании под видео и копируем из него три файла в соответствующей конфигурационной директории openhub сайт мап в сайт мап items в items things things теперь откроем эти три файла блокнота а также откроем paper.ui в openhub зайдем в configuration things там должна появиться розетка но еще не рабочая возвращаемся к файлу things и поменяем там кое-что под себя а точнее правильное обозначение нашего настроенного подключения к брокеру короче вот это должно быть одинаковым так что пропишем в файле также сохраняем файл и видим как наша розетка стала онлайн еще вам надо будет прописать правильные топики они обычно отличаются только началом там где хостнейм розетки прописан для этого снова зайдем на веб-интерфейс прошивки чтобы посмотреть хостнейм розетки вот он тут сверху расположен копируем его и вот тут везде меняем на свой не забываем сохранить файл в остальных двух файлах ничего менять не надо ну что ж зайдем в basic юай и проверим как она работает если включать и выключать розетку средствами openhub то все работает и розетка меняет свое состояние соответственно что видно и по веб-интерфейсу прошивки и по светодиоду на самой розетке это пока закроем и перейдем к сборке розетки собрать розетку не составит никакого труда все то же самое только наоборот одна розетка готова я сразу соберу и вторую так как с ней проделал абсолютно такие же действия и два раза показывать одно и то же в одном видео будет уже перебор вторая розетка тоже легко собирается обратно в ее настройках все то же самое что и в первой другие только айпи адрес и ее хостный ладно давайте покажу как в openhub добавить вторую дитет открываем файл тинкс и копируем полностью весь этот код и вставляем чуть ниже тут поменяем на розетка 02 в названии поменяем на сонов брокер там уже прописан наш так что не трогаем а вот топики надо поменять заходим на вторую розетку по ее айпиш нику копируем ее название и тоже во всех топиках меняем сохраняем проверяем вторая розетка тоже онлайн переходим к файлу айтем тут скопируем все айтемы первой розетки и создадим подобные для 2 прописав правильные каналы и изменив слегка название айтемов так как нельзя чтобы были одинаковые категорически нельзя этого допускать так что с этим внимательно сохраняем и переходим к файлу сайт мап тут добавим отображение второй розетки по образу и подобию первой так что копируем эту часть кода и вставляем вот в это место вот тут еще поменяем название а то что то я сразу не заметил что там было написано свет вот тут тоже уберем подпись и пропишем айтемы от 2 розетки на этом собственно все проверим проверим появилась и вторая розетка ну ок проверим на практике так вторая тоже готова полностью включим теперь эти розетки в сетевой фильтр кстати он тоже самодельный сделал его еще пять лет назад из двух реле esp модуля и блока питания от старого айфона так включаем удлинитель и берем телефон управление с телефона работает как положено управление с кнопок на самих розетках тоже работает причем с обратной связью в опенхабе сразу меняются состояние розетки итог таков обе розетки хороши но на мой взгляд сона выглядит чуть симпатичней от он букс чуть дешевле выбор конечно сложный получается а какую бы вы из этих двух розеток хотели купить себе но пока вы думаете что написать в комментариях я с вами прощаюсь до следующих встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока я пошел делать следующее видео ну и по традиции ссылку на архив с файлами конфигурации ищите в описании туда вам еще добавлю прошивку espur на которой я прошивал розетки прошивальщик и оригинальные прошивки розеток если вы обломите сделать бэкап сами ну а теперь вы точно обломитесь его делать и правильно сэкономленное время можно потратить на нажатие вот этой вот кнопочки но еще раз спасибо за просмотр до встречи